Умножение десятичных дробей Сегодня на уроке, ребята, мы научимся применять правила умножения десятичной дроби на 10, 100, 1000 и так далее И на 0,1, 0,01, 0,001 и так далее Рассмотрим такой пример Умножим следующие числа по правилу умножения десятичной дроби на натуральное число 5,137 умножим на 10 Мы умножаем, не обращая внимания на запятую, 5137 на 10 В результате получаем 51,370 В полученном произведении справа мы отделяем 3 десятичных знака Получаем дробь 51,370 Отбрасываем 0, получаем 51,37 Следующий пример 5,137 мы умножим на 100 Выполнив умножение, не обращая внимания на запятую, мы получим 513,700 И в полученном произведении справа мы отделим 3 десятичных знака Получим 513,700 Или отбросив 0, получаем 513,7 Следующее произведение 5,137 мы умножаем на 1000 Умножаем, не обращая внимания на запятую Получаем 5,137,000 В полученном произведении справа мы отделяем 3 десятичных знака И получаем число 5137,00 Нули отбрасываем И в результате получаем 5137 Обратите внимание, что происходит с запятой Во втором множителе, в данном случае у нас это 10 1,0 При этом запятая, посмотрите Передвигается на один десятичный знак вправо В следующем произведении 2,0 Запятая передвигается на два десятичных знака вправо В следующем произведении у нас единица и три нуля Запятая передвигается на три десятичных знака Значит, мы можем сделать вывод Чтобы умножить десятичную дробь на 10, 100, 1000 и так далее Надо запятую перенести вправо на столько цифр Сколько нулей в множителе после единицы Если цифр не хватает, то надо переписать в конце дроби 0 или несколько нулей Например, 7,2 умножим на 1000 У нас в первом множителе после запятой один десятичный знак А во втором у нас в множителе единица и три нуля То есть мы должны запятую перенести на три десятичных знака А у нас после запятой только один десятичный знак Используя правило, мы дописываем недостающие десятичные знаки Это нули, так как мы в десятичной дроби можем в конце приписывать сколько угодно нулей В результате переносим запятую на три десятичных знака и получаем 7200 Рассмотрим умножение десятичной дроби на 0,1, 0,01 и так далее Выполним умножение по правилам умножения десятичных дробей 427,8 умножим на 0,1 Умножаем, не обращая внимания на запятую Получаем 4278 В полученном произведении отделяем справа два десятичных знака При этом сразу же обратим внимание, что произошло с запятой Умножителя 0,1 После запятой один десятичный знак При этом запятая передвинулась на один знак влево Итак, найдем произведение чисел 427,8 на 0,01 Умножаем, не обращая внимания на запятую Получаем 4278 В полученном произведении справа отделяем столько десятичных знаков Сколько их у обоих множителей В результате мы получаем 4,278 Смотрим на поведение запятой Итак, 0,01 У нас после запятой два десятичных знака Что произошло с запятой? Запятая сдвинулась на два десятичных знака влево Найдем произведение следующих чисел 427,8 умножим на 0,01 Умножаем, не обращая внимания на запятую Получаем 4278 И в полученном произведении мы должны отделить 4 десятичных знака Так как у обоих множителей 4 десятичных знака В результате получаем 0,4278 Посмотрите, что произошло с запятой 0,01 после запятой три десятичных знака Запятая сместилась влево на три десятичных знака При этом мы дописали 0 целых Сформулируем правило Чтобы умножить десятичную дробь на 0,1, 0,01, 0,001 и так далее Надо запятую перенести влево на столько цифр Сколько нулей перед единицей в множителе Выполните данное задание самостоятельно Найдите соответствие Проверьте 0,78 умножаем на 10 Получаем 0,78 Так как запятую перенесли на один десятичный знак вправо В следующем примере мы запятую перенесли на два десятичных знака При умножении на тысячу мы перенесли на три десятичных знака вправо И при умножении на десять тысяч мы перенесли на четыре десятичных знака Недостающий ноль мы дописали Выполним такое задание Увеличим каждое из чисел в десять раз Увеличить число в десять раз, значит, нужно его умножить на десять Увеличьте Проверяем Произведение чисел ноль целых девять десятых и десяти будет равно девяти Ноль целых двадцать три сотых умножив на десять получим две целых три десятых И сорок одну целую две десятых мы умножили на десять получили четыреста двенадцать То есть во всех случаях мы запятую перенесли на один знак вправо Так как у десяти у нас один ноль Увеличьте каждое из чисел в сто раз Проверим Чтобы увеличить каждое из чисел в сто раз, мы должны каждое из чисел умножить на сто Или перенести запятую на два знака вправо Получаем тридцать Семьсот семьдесят И ноль целых четыре сотых Теперь увеличим каждое из чисел в тысячу раз Для этого мы запятую перенесем на три десятичных знака вправо Проверяем 2,1 умноженное на тысячу будет равно 2100 9,64 умножаем на тысячу Получаем 9640 И 0,51 умножаем на тысячу Получаем 5,1 Найдем значение выражения при а равном 0,1 Итак, у нас дано выражение В данном выражении мы видим Есть десятичная дробь, есть обыкновенная дробь Найдем значение выражения при а равном 0,1 Прежде чем мы подставим выражение значения буквы а Обратите внимание, у нас есть десятичная дробь и обыкновенная дробь Мы обыкновенную дробь представим в виде десятичной 3,25 равно 0,12 И подставим выражение Далее в данное выражение вместо буквы а Мы подставляем значение равное 0,1 И найдем значение данного выражения 7,6 умножим на 0,1 Согласно тому правилу, которое мы сегодня с вами узнали Мы запятую перенесем влево на один десятичный знак Получаем 0,76 Находим сумму 0,76 И 0,12 Мы получим 0,88 В следующем задании мы найдем значение выражения при х равном 0,01 Для начала мы смешанное число 2,725 представим в виде десятичной дроби И подставим выражение Далее вместо буквы х мы подставим 0,01 Найдем значение данного выражения 2,56 мы переписали 38 мы умножили на 0,01 Используя правило Перенесли запятую влево на два десятичных знака И нашли значение разности 1,676 Подведем итог урока Сегодня на уроке мы учились применять правило умножения десятичной дроби На 10, 100, 1000 и так далее И на 0,1, 0,01, 0,001 и так далее На этом, ребята, наш урок подошел к концу До свидания Субтитры создавал DimaTorzok